Здравствуйте, друзья! Сегодня я, украинский историк, расскажу вам о том, как вся российская история, все тома огромные российской истории, написанные, не побоимся этого слова, академиками, превращаются в очаровательную чушь и полный бред собрания макулатуры под всего-навсего пристальным взглядом ума и разума. Перед изучением источников, первоисточников, которые абсолютно очевидны, которые давным-давно были открыты, которые написаны в основном в 14-15 веках, но на основе более древних манускриптов. И вот на основе этих источников российская вся история превращается в собрание сочинений сказок, даже не Пушкина, а я даже не знаю кого, в очаровательную чушь. Таким образом, российская история официальная утверждает, что она была, то есть Россия создана некими шведами или варягами, которые приплыли в Новгород и основали там Русь, потому что они шведы, назывались Русь. Вся эта незатейливая конструкция совершенно не объясняет, почему приезд неких шведов означает основание России, приезд неких шведов на финские земли. Но еще более не дружит вся эта концепция, конечно же, с историческими фактами. В частности, как известно, название Русь по отношению к территории Украины упоминается уже в VI веке по отношению к событиям IV века. В частности, есть такое произведение, тоже очень древнее, давным-давно записанное, авторитетно введенное в науку. Вообще, одно из главных средневековых, раннего средневековья произведений. Называется Гетика Иордана, годского историка, еще годского историка Иордана, который я написал в VI веке о событиях IV века. И там упоминаются люди Русь по отношению к Украине. Представьте себе в IV веке. Российская концепция на это совершенно не реагирует. Потом есть сообщения другие VI века. Псевдо-Захарий Риттер называется. Сирийский автор. Опять-таки, по отношению к Украине, название Руси. VI век, середина VI, точнее 555, представьте себе, год. И вот, что на это говорит все российская наука? Ничего. Она смотрит на это, как баран на новые ворота. Глаза, как три копейки, круглые. И ничего, никаких звуков не издает российская историография и наука по этому поводу. Есть еще сообщения персидских источников от VII века. Опять-таки, Русь на территории Украины, не на территории каких-то варягов. Кроме того, нигде в летописях, и это самое важное, не упомянуто, ни Суздальская Русь, ни Залезская Русь. Вот Залезская Орда, кстати говоря, есть Залезская Орда. Ни Московская Русь, никаких этих Русей, Русей не было. Все это выдумки поздние, очень 19 века, имперских идеологов. Русь всегда была только одна. Это Киевская Русь. И вообще, в средневековых летописях, которые я сейчас не буду цитировать, потому что их такое огромное количество, это реально, возможно, до тысячи различных, абсолютно однотипных сообщений, в которых последовательно утверждается, что Русь является исключительно территория современной центральной, северной, а с конца 12 века и западной Украины. И никакие другие земли Русью совершенно не называются. Ни Залесье, ни Новгород, к которому прицепилась российская концепция с Рюриковичами, с жалкой, совершенно основанной на комплексах неполноценности. И все остальные, так сказать, российские концепции. То есть, огромная куча российской литературы, она оказывается просто по цене ниже макулатуры. И вот, я, как всегда, основываюсь исключительно на цитатах. Цитаты о том, что Русью называлась исключительно территория Украины, цитаты из летописей, я бы мог цитировать очень-очень долго, но я это не буду делать, я просто отсылаю вас к другим своим лекциям, где я это уже многократно повторял. А вот, в частности, как, например, было понимание Руси у нас в Украине в... Это даже не XII век, не XIII, не XV, а это XVII век. Произведение называется Киевский синопсис. И вот, что он пишет, это уже 1674 год. Уже никакая Московия, не Русь. Вот, что он пишет. Киевский синопсис. Европа является частью круга земного, который в длину идет от границы Португалии до реки Танаиса или Дона, в ширину же от Архипелага, то есть Средиземного моря, до Океана Гиберницкого. Имеет в себе преславные и крепкие государства, богатства и множество людей, храбрых, сильных и мудрых, и для жизни здорова и добра. В нем Греция, Фракия, где Константинополь, Словены, Русь, Москва, Польша, Литва. Поэтому все чрезвычайно просто. В общем, в ранних летописях, еще и Патевская, Лаврентьевская, Суздальская, Новгородская, если все вместе соединить, во всех этих летописях Русь, это исключительно территория Украины. Более того, если взять, поднять источники, другие необязательно летописи, например, грамоты. Например, берестяные грамоты Новгорода. И там абсолютно четко написано, что Новгород никакая не Русь. Киев, Русь. Переяслав, не залезкий, а русский, наш Переяслав под Киевом, 100 километров, это Русь. Чернигов, это Русь, а Новгород не Русь. Ну вот что тут сделаешь с первоисточниками? Что тут, как их тут подфальсифицируешь для Россеюшки? Никак вообще. Есть очень хорошее произведение, называется «Слово о полку Игоря». И вот, прочитал один умный еврей это слово о полку Игоря, который, в принципе, прочитать его может каждый. Общеизвестный, вычитал оттуда общеизвестный секрет Поли Шинеля. Ученые назвали Робинсон. И вот он написал, что «Среди всех случаев употребления понятия «руська земля» в слове о полку Игореве, нет ни одного, который говорил бы за то, что в нем выражено представление автора обо всех восточнославянских княжествах. Руська земля – это только Украина в слове о полку Игореве. Все, никакие не Залесье, никакие не Ростовы, никакие не Смоленске, никакая не Русь и не Новгород, тоже не Русь. И есть сообщение еще одних умных, уже не евреев, а украинцев, его зовут Залезняк, Андрей Залезняк, звали точнее. Самый лучший, можно сказать, исследователь новгородских брестяных грамотах. И вот он абсолютно просто, явно, в глаза вот этой всей российской историографии говорит, что для новгородцев Русь – это была другая страна, совершенно другая страна. Поэтому Новгород, выводить Русь из Новгорода – это полная, абсолютная, просто чушь. Более того, изучив все доступные источники, я уверен на 100%, насколько это возможно, быть уверенным. И из моих аргументов, которые я вам сейчас приведу, абсолютно прозрачно и абсолютно их достаточно, чтобы легко убедить каждого, кто выделит несколько минут своего внимания, что никакие варяги в действительности Русью не были. Вставочка о том, что варяги – это Русь, это поздняя вставочка, где-то ориентировочно конца 13-го, а возможно даже 15-го века, потому что документ дошел 15-го века. Во всех остальных данных, летописях – Ипатьевская, Лаврентьевская, какая угодно, Суздальская, везде написано, что Русь – это отдельный этнос, совершенно, который не пересекается с варягой. Вот, например, читаем Ипатьевская летопись. Я буду читать в оригинале, церковно-славянскими буквами на церковно-славянском языке. То есть, можно сказать, на смеси староболгарского и украинского. И вот, что там написано на этом церковно-славянском языке. Афетова Жаколина и то Варязи, то есть Ефетова племя, Варяги, Свеи, Оурманы, Готы, Русь – это все через запятую. Варяги и Русь отдельно. Агляни, Галичане – это не Галичане наши, украинские, это из Галлии, то есть из Франции. И дальше. Волоховы, Рымляны, Немцы, Короляди, Фряговы и прочие. То есть, Русь и Варяги – это отдельные этнические единицы в соответствии с нашим перечнем этносов, записанным ориентировочно где-то в конце XI века. То есть, в конце XI века, когда все знали, кто такие варяги, когда их тысячу раз видели, этих варягов, когда их было полно при дворе. Все знали, что Русь и Варяги – это разные этнические единицы. Дальше читаем летопись, 944 год. Летопись Ипатьевская. Любой может взять, открыть. Любой русский ученый, так называемый, который изучает историю, да, который не умеет прочитать то, что написано церковнославянскими буквами. Открывает сообщение, летописи за 944 год. Вы тоже это можете сделать, посмотреть. Ипатьевская летопись. И вот что там написано. Игорь совокупы, воя многие, совокупы, то есть соединил многие войска, варяги и Русь, и поляны, и славины, и кривычи, и тиверцы, и печениги, наяв Италии в них поем поеден на греки. Что это значит? Что Игорь совокупил разных воев, из варягов, и Руси, и из полян, и славян, и из кривычев, и из тиверцев, и из печенегов. Печенегов нанял. И поплыл, значит, на поход, в поход. Таким образом, 944 год, ну, эта запись, скорее всего, с X века, но она записана в XI. Опять-таки, Руси и варяги отдельные этнические единицы. Читаем дальше. 1018 год. Опять Ипатьевская летопись, как наиболее полная, я цитирую. Поиде Болеслав, это польский король, с святополком, это великий киевский князь, святополк Хаянный. На Ярослава сляхы. Ярослав же множество сугокупи. Руси, запятая. Варяги, запятая. Словены, запятая. Русь и варяги отдельно, опять отдельно. Поиде проте Болеславу и святополку. И прииде в Волыню и ста шауба поля реки Буха. То есть, опять отдельные совершенно этнические единицы. Варяги и Русь. Сколько еще нужно таких сообщений? Сколько, сколько хотите. Их есть десятки в разных летописях. Вот в этой же 1024 год летопись. Называется Ипатевская. Сообщение о Мстиславе Хоробром. То есть, первым был еще второй Мстислав Хоробром. Мстислав же у свят за утро и выйдет, лежачи из сечины от своих север и варяги Ярославли. И речи. Кто-сему не радся, лежит северяни на северях, а своя дружина цела. То есть, князь Мстислав, выставив дружину Руси против дружин Руси и северян против варяга, радуется, что погибли преимущественно северяне и варяги, а его дружина целая. И он говорит, кто же сему не рад? И вот могло бы быть такое, если бы, например, варяга равнялся Русыну. Элементарный вопрос. А вот Никоновская летопись поздняя, но интересная. То есть, она переписанная поздно, но что-то там есть. 1043 год. Шикарнейшее произведение, которое дезавуирует полностью всю российскую историю. Всероссийские концепции, всероссийские нагромождения слов и каких-то попыток создать смысл. И вот что читаем. Никоновская летопись. 1043 год. Паки на Веслу посла князь Великий Ярослав, сына своего Володимира, на греки. Вда ему воя многи, варяги, запятая, Русь. И воеводство поручи, вышати Янову отцу. То есть, Русь и варяги опять отдельные этнические единицы. Ну вот, шикарная фраза, которая, еще раз подчеркиваю, полностью дезавуирует всю российскую историографию. Современную. И все путинские концепции о тысячелетней России, которая в действительности 500 лет в обеду. Опять-таки, Никоновская летопись. То есть, Русь спорит с варягами. В результате, князь Владимир Ярославович, это сын Ярослава Мудрого, послушал варягов. И что, в общем-то говоря, совершенно типично, потому что вообще при Ярославе Мудром влияние варягов при дворе, потому что у него мама шведка, он швед вообще практически был, полностью влияние варягов при дворе было сильно. То есть, Русь, если бы Русь была равна варягам, то они говорили бы и спорили сами с собой, а потом Владимир послушал кого-то из них. И надо сказать, что даже тогда, когда в Владимиросуздальском, ну и в Новгородском княжестве, княжествах после, ну то есть в Залесии, когда в Залесии и в Новгороде, когда после монголо-татарского нашествия, на фоне желания предков московитов и новгородцев, у которых не осталось потомков, кстати говоря, которых всех уничтожили московиты. И у них появилось желание избавиться от идеологического доминирования Киева и Руси. И возникла история о призвании варяжских князей из-за моря. Хотя в действительности, как мы знаем, в 970 году нашей эры, Новгород получил князя из Киева, а не из варягов. Но тем не менее в летописях, в этой концепции, еще много-много сотен лет писалось о том, что Русь сама призывала варягов. Представьте себе! Разве такое могло бы быть, если бы Русь была идентична варягам? То есть вставочка о призвании варягов в Новгород была суперпротиворечива сама в себе. То есть оказывалось, что Русь призывала варягов. Если бы Русь равнялась варягам, что бы это вообще было с точки зрения банальной логики? Вот цитирую летопись. Новгородская кормчая, кстати говоря, очень ранний конец XIII века. При сего цесарстве византийского императора Михаила при Доша Русь, чуть, словены, кривичи, к варягам и Реша. Земля наша великая, обильная, а наряда в ней нетудь. Поедите, княжики, вылудите нами. Аналогичное совершенно сообщение, где Русь призывает варягов. Варсоновьевская кормчая XIV века. Синодальная рукопись, тоже это где-то XIV века. Лаврентьевская рукопись, 1377 год. Опять Русь везде не приглашена в Новгород, а сама является среди тех, кто приглашает в Новгород. Представьте себе. То есть, оказывается, что каким-то образом Русь оказалась в Новгороде. Каким она оказалась образом, Русь в Новгороде? Таким образом, что киевские князья руководили Новгородом. И случилось там, мол, какой-то усобица. Не могли они жить. И они решили позвать кого-то из варягов. Но оказалось, что варягов, которые типа Русь, в соответствии с российскими концепциями, современными господствующими, еще в умах, несмотря на все абсолютно очевидные доказательства. Оказывалось, что варяги это варяги, а Русь это что-то совершенно другое. И, соответственно, Русь приглашает варяга. Ну и есть еще шикарнейшие вообще доводы. Если варяги в Украине появляются, ну в Руси, то они, как правило, наемники. Их мало. Они где-то по городам стоят. Они, соответственно, ну почти никогда не привозят с собой женщин. Кстати говоря, очень редко это случалось. То есть это остарбайтеры или нордарбайтеры, потому что они с севера. Это наемники, которые нанимались к византийскому оператору, к киевскому князю и к другим князьям. И вот, когда же описывают, например, арабы Русь, то у них всегда Русь это... У них есть старые, молодые женщины, дети, все поселения и так далее, и так далее. Это не какие-то наемники. Это не наемники, отдельно живущие в иноэтническом среде. Это всегда полноценный народ. Ну я же не говорю о религии, да? Никаких Тора, никакого Одина. Совершенно другая религия. С совершенно другими обычаями. У Руси имеется в виду. То есть они абсолютно не похожи на Вариага. Ничем. И вот, есть еще просто один, что называется, мощнейший аргумент, который вообще всю российскую эту историографию переворачивает вверх дом, превращает полностью ничто. И вот эти российские сказочки об истории остаются просто российскими народными сказочками народов Севера, которые записаны очень поздно и набреханы очень поздно. Некоторые из них в 20 веке даже. А некоторые до сих пор брешут. И вот, что превращает вот эту российскую историю в полный набор чепухи. Вот, например, один простой и очевидный факт. Почему, например, Балтийское море у славян, у византийцев называется Варяжским, да? Балтийское море. А Черное море русским. Что это такое, если бы Варяги равнялись Руси? Что бы вообще это было, значило? Это неужели мог бы существовать такой топографический кретинизм даже у самих славян, даже не только у немцев, потому что Русским морем, Черное море, назвали и немцы в том числе. Если бы Русь была, например, на севере, да? Если бы Русь равнялась Варягам. И, соответственно, что Балтийское море тогда бы должно было называться Русским. А, называется Черное море, Руським. Цитирую летопись, как всегда, называется летопись Лаврентьевскую, возьмем, да? Для разнообразия. И вот, что нам написано. Озеро Великое Ново. Ну, это озеро Небо, Ладожское озеро. На финногорских языках Небо. А из того озера в Нидоть Устье в море Варяжское. То есть, Ладожское озеро соединено с Балтийским морем. Море Варяжское. Двина из того же Лиса. То есть, лесовцы. Состральной европейской части. Потече айдеть на полунощие и в Нидоть в море Варяжское. То есть, Двина вытекает из лесу и втекает в море Варяжское. То есть, абсолютно. Козе, как говорится, понятно. Всем понятно, что море Варяжское равно море Балтийское. Потому что, куда втекает Ладожское озеро? Раз. И куда втекает Двина? То есть, Доугав. Куда она втекает? Скажите, пожалуйста. И дальше. Что такое Русское море? Опять-таки, Лаврентьевская летопись. А Днепр втечеть в Понецкое море. Понецкое – это понтийское. Понецкое море. Джерелом. Джерелом – это украинское такое слово джерело есть. Ну, это источник. А вообще здесь об устьях. Джерелом. Еже море славать русское. То есть, Понецкое море. В него втекает Днепр. В какое море втекает Днепр? И это же Понецкое море, понтийское, то есть, по-гречески. Оно зовет словать русское. Ну, а тем, кто, так сказать, хочет закрепить знания, дарю вот этих изображений человечков на обложке этого видео. Что это за человечки? Это человечки из Руси изначальной. Из настоящей самой Руси на берегу речки Рось в Украине. Если вы посмотрите внимательно на этих человечков, это шестой век нашей эры. Называется Мартыновский скарб или Мартыновский клад. И этих человечков, кстати говоря, было много. Не только здесь. Все они в вышиваночках. Если вы посмотрите, они не в косоворотках. Они без кукошников, представьте себе. Но все они в вышиваночках. Это шестой век после Рождества Христового. Именно по отношению, кстати говоря, к этой территории, где есть речка Рось, задолго до появления варягов, за полтысячелетия, точнее, до появления варягов на исторической арене, появились первые упоминания о Руси по отношению к территории Украины. Все ясно, все понятно. Источники этих источников штук 800 абсолютно всех однотипичных, включительно с источниками, написанными на территории самого Залесия и самого Новгорода. Они точно также подтверждают, что Русь это исключительно территория Украины. Никакого отношения к Руси не имеют. И как сказал ученый Залезняк, российские ученые украинского происхождения, что для новгородцев Русь это другая страна, чужая страна. Вот так вот. Это страна, которой они платили дань. Это страна для новгородцев, которая им присылала князей, посадников, там всячески тасовала и, соответственно, взимала дань и иногда помогала войсками. Вот и, собственно говоря, что такое для Новгорода Русь. Для Залесья это еще более что-то далекое, потому что князей практически не присылали, только начали присылать только в 12 веке. То есть это было без княжей совершенно территории, которые иногда приходили с заданием и, соответственно, научили местных аборигенов писать, читать. Кстати говоря, летопись Суздальская написана очень по-украински. Суздальская летопись практически... Почему написана? Потому что по-другому никто в то время, кроме как по-украински и по-болгарски читать не умели и писать. Русский, так называемый, язык, великорусский тогда еще не выдумали. Поэтому, друзья, ставим лайк, подписываемся и, главное, знаем историю. А еще более важно, поддерживаем украинскую армию, которая сейчас защищает все человечество от российской коричневой чумы. Счет я оставляю внизу для 47-й бригады, которая действует на Купенско-Воронежском направлении и для, соответственно, 72-й бригады на Донецком направлении. С Богом, друзья, до Пыра Бога!